Я никогда не терял надежды, что вернусь в родные края. Был уверен, что рано или поздно мы освободим наши земли. Рай на земле. Именно так говорит о своём родном селе Зульфий Мамедов. Он уроженец Кубадлинского района. Несмотря на то, что по роду своей деятельности ему пришлось покинуть родные края, хотя бы раз в год до самой оккупации он навещал отчий дом. Я находился в родном селе за месяц до его оккупации армянами. Уже тогда чувствовал, что над Кубадлы нависла опасность. Враг к тому времени оккупировал Агдам. Помню, что на сердце в тот момент было очень тяжело. Возвращаясь в Баку, я почувствовал, что в этот раз разлука будет долгой. Возможно, поэтому по дороге я останавливался у каждого памятного места. Даже заехал на кладбище. К сожалению, чувства меня не обманули. Зюльфим Амедов по образованию биологом практически всю жизнь изучает сельское хозяйство. Сегодня он работает ведущим специалистом в Фонде аграрного страхования. Его мечта – принять активное участие в восстановлении освобождённых территорий страны. Рядом с нашим селом есть гора Сельг. На ней произрастали растения, внесённые в Красную книгу. Я их исследовал до оккупации. Сегодня все эти растения уничтожены врагом. Понимаете, я не переживаю ни за свой разрушенный дом, ни за вещи, которые в нём остались. Мне больно от того, что сделали оккупанты с нашей уникальной природой. Зюльфим Амедов рассказывает, что все 44 дня войны с нетерпением ждал новостей об освобождении родного села. 25 октября солдаты доблестной азербайджанской армии вошли в Губадлы. Узнав об освобождении родного края, я как будто заново родился. Почувствовал себя молодым и здоровым. Даже спать стал лучше. Прозвучит странно, но я даже перестал принимать лекарства, которые мне прописал врач от бессонницы. В тот день я понял, что все 27 лет оккупации я не жил, а существовал. Сегодня Зюльфим Амедов работает над проектами, которые помогут возродить сельское хозяйство освобождённого региона Азербайджана. Медина Гурбанова, Руфат Мамедов, Сибиси.